Шарон, дорогие друзья! В прошлых уроках мы поняли, что наша главная задача – это уповать на Творца и не гадать по поводу будущего. И тут возникает важный вопрос. А что с материальными стараниями по достижении цели? На иврите это называется иштадлут. Человек, которому нужны деньги, чтобы прокормить семью. Если вместо того, чтобы работать, будет только читать псалмы Давида, тылим, и уповать на Творца. А этого достаточно? Всевышний даст ему все, что ему нужно без работы? Рабыну Бахи в книге Ховот Альвавот объясняет нам, что работа не помогает получить необходимое, но она обязательна. То есть человек может достичь свою цель вообще без работы, но Всевышний постановил по своей великой мудрости, что человек должен работать в порте лица своего, будешь есть хлеб свой, как мы читали это в Торе. И человек должен исполнять это постановление. Но мы должны верить, что нет прямой связи между работой и достижением цели, а мы получаем желанный результат только по великой милости Творца. Мы учим это из Порошат Аман, рассказ в Торе про то, как евреи получили ман. Как говорится на русском, манну небесную. В пустыне написано, имели омерон, это мера веса, и не было лишнего у собравшего много, и у собравшего мало не было недостатка. «Каждый, сколько съест, собрали они. Когда евреи собирали ман, никому не помогли его старания. Столько, сколько кому было постановлено свыше, ровно столько и оставалось в его корзине. То, что должно быть у человека, у него будет. То, насколько его духовный сосуд готов принять изобилие Творца, столько у него и будет. Даже если он большими усилиями соберет больше, чем ему полагается, у него в руках в результате останется именно столько, сколько ему определил Всевышний. И ему не помогут никакие уловки достичь то, что ему на самом деле не предназначено. Если человеку положено 2000 долларов в месяц, а он тяжелой работой набрал 3000 долларов, эта 1000 уйдет на починку внезапно сломавшейся машины, кондиционера, зубов и так далее. А если не будет делать лишних усилий, материальных усилий, и будет полагаться на Творца, что Творец дает ему именно столько, сколько ему нужно, и получит эти 2000 долларов, то никаких сломанных машин, кондиционеров и зубов у него не будет. А теперь, внимание, важный закон Вселенной. Как вы думаете, если человеку полагается свыше какое-то страдание, например, поломка пылесоса, может ли он это страдание избежать? Ответ – да. Как? Заменив его страданием от исполнения заповедей. Например, изучая те части Торы, которые не хочется ему изучать. Страдание в понимании иудаизма – это любой дискомфорт. Например, человек, который поместил руку в карман и вытащил вместо пяти шик или десять, это называется страдание. Любые аллахот, несколько минут в день, которые я изучаю, на небесах рассматривается это как страдание, если мне это тяжело и не хочется. И тогда, кроме того, что я получаю огромную награду за изучение Торы, мне убирают страдание от сломанного пылесоса, и пылесос не ломается. Выгодный бизнес, а? Естественно, вместо изучения Торы может быть любая дорогая заповедь – помочь бабушке перейти дорогу, принять гостей на шаббат, помочь другу искренним советом и так далее. Итак, в этом видео я рассказал вам, что кроме упования на Творца, высшая мудрость постановила, что мы должны работать, несмотря на то, что сами по себе усилия не связаны напрямую с результатом. Я привел доказательства истории о получении мана в пустыне, и в конце я рассказал важный духовный закон, что постановленные свыше страдания можно, так скажем, обменять на страдания от исполнения заповеди, например, от изучения Торы. Следующим, последним видео из этой серии про бетахон, я расскажу вам с Божьей помощью еще несколько важных и действенных способов увеличить свой бетахон. До встречи!